Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дэйли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк авансом, кому не сложно, и мы начинаем этот видосик. И сейчас я вам расскажу просто невероятную историю, которую я, ну, можно сказать, обнаружил вчера в телефоне. Все те, кто подписан на мой инстаграм, наверное, уже знают, потому что я реально был в шоке. Я выложил сразу все в сторис. Подписывайтесь, кстати, в инстаграм, кто еще не подписан, кто еще не подписался. Там обычно бывают все такие вот самые свежаки, как раз-таки они оттуда. Так вот, вчера ночью я что-то после монтажа листаю старые фотки сливы, листаю там процесс свапа SR20D, как я там вставлял его в гараже. Смотрел на свой гараж, который полностью пустой, никакого зипа практически тогда не было. Там стояла слива, я ее, в принципе, там чинил. Если она ломалась, она опять же ставилась туда. Она не стояла у меня на стоянке, да, она у меня стояла всегда в гараже. Я снимал этот гараж и как раз-таки, ну, как я уже сказал, свапал там двигатель и, в принципе, ее чинил. Так вот, смотрел, осмотрел фоточки, потом смотрю, во, первый выезд состоялся на двигателе, который только что я запустил до SR. И потом я вижу такую фотку, стоит моя слива синяя и рядом красная слива. И такой вспомнил, да, этот человек что-то приезжал, по-моему, что-то покупал у меня с моего старого SR. Я тогда все распродавал, что-то распродавал в Питере, что-то, естественно, отправлял. Что-то приглядываюсь на фотки этой красной сливы и понимаю, что это моя слива. Моя вот эта новая слива, которая про слива. Именно по номерам я ее узнал, потому что я понял, что знакомые номера. И потом я узнал ее по обвесу и, в принципе, по внешнему виду. И моему удивлению просто не было предела, реально. Для вас, может быть, эта история, ну, просто, да, увидел сливу и что. 2014 год, представьте, я только свапнул сливу, все вообще делал сам в гараже. Вот доходило до такого, что у меня реально там, ну, естественно, финансов было крайне мало на все эти свапы. Хотя тогда это все стоило реально в два раза дешевле. Все компоненты, весь тюнинг, сам двигатель даже стоил в два раза дешевле. Плюс за работы я не платил никакие, потому что я делал все сам. Я только выехал на сливе, это буквально вот реально первые дни апреля, когда я выехал в 2014 году. И вот сейчас я смотрю на фотку вот этой красной сливы, и я тогда представить не мог, что у меня появится такая слива. Потому что у меня были даже тогда мысли, что, может быть, нафиг мне это все не нужно, может быть, я это не тяну реально, объективно. Но все-таки, как я уже говорил не раз в видосах, меня грело то, что у меня просто есть эта машина Сильвия С-15 в гараже. Пусть она стоит, пусть я на ней не всегда катаюсь, но она у меня есть. Вот, и сейчас я понимаю, что тогда я даже не мог предположить, что вот эта красная тачка будет моя. Она еще на сток-салоне, явно там без каркаса, без всего, причем с этим же обвесом, который сейчас, кстати, в продаже. С этим же обвесом, видимо, потом бампер подсломали, восстановили, его загрунтовали и так и не открасили. Капот другой, насколько я вижу, и колеса тоже другие. Ну, короче, вот такая история, что мои две сливы, они уже встречались вместе. И я даже этого не знал при покупке, что эту сливу я уже видел. Жалко, что в те времена я не вел свой блог, потому что сейчас бы я открыл это видео и посмотрел, что я там говорю об этой сливе, как она выглядит, как она внутри. Потому что помню тогда, я ее достаточно внимательно смотрел. Она была на сыре, вот эта красная. Смотрел и салон. Не помню даже человека, кто я тогда владел, потому что сейчас я покупал совсем другого владельца ее. Но помню, что в гараж он заехал ко мне не просто так, что-то он там покупал. Очень приятно находить такие фоточки, ну, которые подкреплены какой-то такой вот историей. Я приехал в Бус Моторс, и представляете, что сейчас произошло? Пархо подарил мне подарок на Новый год. Пархо, спасибо огромное. Не за что, не за что, все за тебя. Смотрите, это новая люстра на Жигу. То, что мне не хватало, потому что моя люстра перегорела. И что-то мне все как-то не заменить ее было. Точнее, у меня были два светодиода, такие две мини-люстры. А теперь у меня будет одна большая люстра на Жигу. Причем, это такая же, как у Пархо, и она светит очень-очень круто. Спасибо огромное, Пархо, респект. Тебе передаю на видео, и так, как живу, конечно же, сказал уже. Вот, что на коробке написано. Качек-шоп, это там, где ты приобретаешь, да, люстры? Да-да-да, это он, Пархо. Ну, тут это, хочу заметить, что я не единственный, не только я причастен к подарку, но как раз-таки он. А, спасибо большое. У него тоже желание, да, было, и поэтому спасибо Саньку, Саньку с Москвы. Потому что люстра с Москвы приехала. Классная штука, светит отлично. А видел, как у тебя светит очень круто. Да-да, но видел, люстра отлично. Да, поставим на старые эти, ну, проводку и на рейлинг. Здесь крепления, я видел, ты в ролике показывал свое. Да-да-да, тут, кстати, у тебя чуть-чуть другие, потому что у меня много маленьких гаечек. Ну, не много, а получается сколько? 8 штук, а здесь, ты видишь, раз, два, три, четыре, пять каких-то здоровых. Она, походу, вообще люто крепится будет. Вообще, можно на ней прыгать. Так, надо теперь на жигу будет установить. Так, почему люстра не стоит? Быстро мне поставить. А еще на лавре спереди подстерлась резина, уже летняя. Ну, на сезон ее хватило ровно. Я взял вот такую, Нитто. Кто-нибудь пробовал? Нитто 3 пятерки она называется, по-моему. То есть 25-40-18. Стоит не очень дорого, там, по 5500-6000. Вроде как такая спортивная гражданская. То, что я и хотел, потому что если выбирать только из спортивной резины, да, какой-то супердержаковой, то ей нужна хорошая температура именно окружающей среды, чтобы там было плюс 10 хотя бы, плюс 15. Тогда она хорошо прогревается. А когда ездишь вот так вот на любой погоде, я вот предпочитаю какой-то около гражданский такой спорт. Не знаю, как себя поведет. Будем проверять. Такой ТОИ, как у меня была. ТР1 она называлась. Ее, к сожалению, нет в продаже. И Мишлен Пилот Спорт, который у меня на сливе. Мишлен Пилот Спорт 4. Его тоже нету в продаже. Здесь 25-го. А так бы его тоже взял. Потому что мне и на сливе, и на лавре понравилась резина, которая стояла. Я сейчас во втором боксе. Здесь, как вы помните, лежат запчасти всякие от моих двигателей. И очень много запчастей от РБ. У меня было, ну, получается, 3 РБ мотора. Даже 4 РБ мотора. И от них осталась куча запчастей. Всяких по мелочи. Даже крупных запчастей. Типа там коллектора и так далее. Так вот, я пытаюсь это все потихонечку распродавать. Просто написал человек, что им нужна коса под Нео. Вот у меня 3 косы Нео. И вот сейчас выбирал самую нормальную косу, в которой хотя бы есть все фишки и разъемы. Чтобы она была целая, не обрезанная. Потому что иногда моторы приходят, и у них обрезана часть косы. Например, как... Сейчас покажу. Вот колодка к мозгу. А здесь вот, например, обрезана. А обрезана как раз вот эта часть, которая идет к салонной косе. Ну вот, например, тоже коса. Думал, что целая, потому что здесь почти все есть фишки, колодки. Даже какие-то фишки есть, не относящиеся к моторной косе. Ну, тоже они обрезаны. Но здесь, например, вот заметил, что вырезана часть проводов. Искал, что это может быть вырезано. Оказывается, часть проводов, точнее фишка, на катушке вырезана. Поэтому тоже такая коса не очень пойдет. Вот там у человека, который ищет... У него вообще голый мотор пришел, поэтому нужна коса. Вот на ССР, насколько я знаю, моторную косу найти это очень сложно. Прям реально супер дефицит на РБ. Не знаю. Видимо, не такой дефицит. Потому что у меня их аж три тут лежит. И даже не имея какой-то полной косы, можно что-то насобирать. Но человек хочет так просто поставить и все. Но сто раз уже он предупрежден, что косы не тестились. Это не моя коса, которая там работала. Это просто косы контрактные. Соответственно, непонятно, что там с ними. Я только могу внешне ее оценить. Внешне оценил. Все ему отснял детально, но постарался. Вот нашел самую тут свежую... Ну как свежую? Самую нормальную косу РБшную. У которой даже есть стоковый селеноид, который тоже человеку нужен. Такие всякие штуки. Ну понятно, что оплетка. По-хорошему реально взять, все распустить. Сделать новую оплетку вот эту всю. Но зато, кстати, здесь все фишки целые. Они даже не сломанные. Коса катушек. Косы форсунок, кстати, я ни одной не нашел что-то. Короче, вот самая такая нормальная коса. И вот еще человеку в подарок отдам силовую косу. Он тоже спрашивал ее. Думаю, не знаю, ее продавать за 2 рубля. Да ладно, лучше подарить. Здесь как раз коса генератора и стартера. Такой вот набор собрал. А так, кому что нужно, в принципе, можно продать. Потому что вот эта коробка у меня, запчасти от РБ. Ну понятно, что такие вещи, как стартер, это все не продается. Это мне пригодится. Но очень много коллекторов, впускных особенно. Выпускных. Запчасти еще от Джейзета. Кандеи. Не знаю, кто-то пользуется Кандеем на РБ. Да, но в будущем как я планирую? Когда я это все разгребу. И, возможно, это, конечно же, надо отсюда перевозить. Потому что, чтобы у ребят тут не валялось, не мешало им. Какой-то свой гараж, бокс. Понятно, что в мой гараж, если это помещать, то это так же просто скидывать в кучу. Но по-хорошему это все потом распределить. Так по полочкам, грубо говоря. И уже распродать. Чтобы все это отдельно лежало. И нормально это можно было как-то учет, подсчет вести. Потому что сейчас спрашивают. Серега, есть там мутлет стоковый? Я его искал, 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 искал. Не нашел. Потом пришел, еще поискал, нашел. Ну и так вот все запчасти, в принципе. Я сейчас приехал в гараж. И перед этим заезжал в транспортную забрать одну из долгожнатных посылок. Которая пришла на мою просливу. Я надеюсь, она вам очень понравится. Потому что у меня еще такого не было. Давайте сразу к делу. Stance Bastards, компания, которая возит очень много винтовой подвески в Россию. Которая является официальным дилером многих фирм в России. Привезла мне подвеску BC Racing. В очередной раз они привезли мне подвеску. И это не просто BC Racing, который есть у меня на Лавре. Который есть у меня на Чайзере. Там у меня BR серия. Это самая обычная серия кайловеров, как в принципе у всех. Но также у BC Racing у них очень много серий кайловеров. От таких самых базовых, как у меня на Лавре, как у меня на Чайзере. До профессиональных. И вот как раз таки вот это. Здесь в коробке. Это профессиональные стойки, которые идут именно под Pro Drift. На самом деле я не думал, что смогу себе позволить вот такие стойки. Именно вот эту серию ZR. Но мы вели диалоги со Sense Bastards. И вышли на вот такую партнерскую программу. Что у меня будут от них стойки BC Racing ZR серии. Вот. Поэтому спасибо им огромное. Ну, о них еще позже, конечно же, поговорю. Потому что, ну, как вы сами понимаете, такие стойки получить, это очень круто. Сейчас распечатаем, покажу вам, почему они ценятся, почему они крутые. Ну, полное описание, на самом деле, по всем стойкам можно прочитать у них на сайте. Которое, конечно же, будет в описании. Я уже распаковал, потому что коробка дико тяжелая. С учетом того, что мне не раз приходили стойки BC Racing, я всегда как-то их, ну, нормально перемещал. Эти стойки весят, наверное, в полтора раза больше, чем обычные. В подарок мне положили очень много вонючек. Здесь у нас гарантийка от BC Racing. Сильвия S15 написано. Ладно, давайте открывать. Здесь это все перезапаковано в скотч Стэнс Бастарс, потому что, когда стойки пришли, ребята, естественно, у себя распаковали. Посмотрели, что все в порядке. И только потом отправили мне, чтобы не было никаких приколюх. Потому что когда-то мы заказывали подвеску на Лавра, и как раз-таки с завода на Лавра отправили не те задние стойки. Вот, чтобы таких приколюх не было, все это проверяется. Ну, и плюс они отфоткали там для своего аккаунта. Да, товарищи, хочу сказать, что это просто жир, жирнейший. В общем, это стойки с выносными бачками. Все как у супер профиков. Выносные бачки, это как бы дополнительный резервуар, который перекачивает туда масло. Эти стойки имеют регулировку и сжатия, и отбоя, и жесткости, причем во многих положениях. А, еще есть скорость отбоя и сжатия. То есть, вот регулировка. Вот регулировка. И еще тут регулировка. Это у нас одна передняя стойка. Пружина здесь идет 12 килограмм. У BC Racing, кстати, из завода вы выбираете сами жесткость пружин. Здесь пружины идут 12 килограмм морда и 8 килограмм жопа я взял, потому что это минимальное значение, при которых BC Racing на эти стойки дает гарантию. Но я буду ставить отдельно назад другую пружину. Это 5 килограмм. Просто если заказывать с завода 5 килограмм, тогда на стойке не будут гарантии. Я как бы гарантию не хотел особо терять. Поэтому мы заказали с... Ну, с такие стоковые параметры 12,8. Но отдельно я просто докуплю пружину назад 5 килограмм, потому что с учетом того, что жопа пластиковая, радик перенесен назад и у вас стоит JZ, посоветовали 5 килограмм на жопу взять. Типа очень мягко, очень зацепно будет. Поэтому отдельно буду докупать пружину 5 килограмм. Во второй коробке вторая передняя стойка. Кстати, заметили, что у этих стойок у них идет каждая своя коробка. Обычно в комплекте идут просто 4 стойки в одной коробке. Здесь, видимо, все из-за того, что дорого-богато. Все идет по отдельным коробочкам. Также именно Stance Bastards мне положили чехлы на кайловеры. Хорошая тема. Чехол снимается, и здесь никакой грязи нет. Можно, конечно, по старинке использовать изоленту вот сюда. Но, чтобы защитить вот эту часть, хорошо использовать чехол. Кто не знает, что такое чехол на стойку, это, грубо говоря, вот такой вот носок, да, который просто одевается вот сюда. Здесь у него есть вот такая липучка. Здесь резинка. Вокруг стойки обматывается, и все это на липучку цепляется, и все это держится, и стойка не пачкается. А вот так выглядит задняя стойка. Она тоже со своим бачком. Причем, видите, этот бачок уже встроенный прям на стойку. У передних сам бачок, он как бы на армированном шланге. Его надо размещать куда-нибудь в подкапотное пространство отдельным крепежом. То задний идет сразу с крепежом своим, он размещается сразу на стойке. Пружина, как я говорил, заводская, 8 килограмм. Последняя цифра говорит о том, что жесткость пружины 8 килограмм. Здесь регулировка сверху, и также две регулировки на самом бачке. Стойка реально такая прям увесистая. На самой стойке есть маркировка R, это значит, что она задняя. И еще есть на бачке маркировка L, это значит, что она задняя левая. Вторая стойка у нас выглядит так, тоже написано R, задняя стойка. И R, это значит, правая. Здесь полиуретан. Ну, здесь все обычные регулировки. Конечно же, ключи есть в комплекте. Вот ключи, шестигранник, это все в комплекте. Естественно, сама стойка типа FullTab. У нее есть вот этот сапог, стакан, в который вкручивается сама стойка. Естественно, у стойки есть регулировка высоты. И конкретно, чем хороша ZR-серия, сейчас я, кстати, вам прочитаю прям. Зашел сейчас на сайт, как раз-таки посмотреть, сколько эти стойки стоят. 168 тысяч, если быть точным. И прикол в том, что у BC Racing есть две серии с бачками. Они называются ER и ZR. ER стоит чуть подешевле. Причем я изучал, у кого они стоят. И как раз-таки ER подешевле. Стоят у Адама ЛЗ на просливе его. Хотя у него BC Racing, именно прям BC Racing его спонсоры. А, например, у таких профиков, как Рентер, Крис Форсберг, Челси Денофа, еще там пару мустангов. Короче, у них у всех стоят ZR-серия. Кто не знает, это про пилоты из Формулы Дрифт. Так вот, я стал, ну, вчитываться, естественно, чем отличается ER-серия и ZR-серия. Что круче? Ну, понятно, что дороже, что, наверное, круче. Но я подумал, почему? Там и там есть бачки. Итак, прочитаю сейчас про ZR-серию, которая как раз-таки у меня. ZR-серия имеет трехуровневую настройку жесткости амортизаторов. Каждый аморт имеет независимую настройку высоко- и низкоскоростного сжатия, отдельную настройку отбоя, конечно же, фуллтапную регулировку высоты. Ну, это, в принципе, на всех стойках. Сами аморты имеют 30 регулировок жесткости отбоя, 15 регулировок низкоскоростного сжатия и 12 регулировок высокоскоростного сжатия. Видите, сколько тут регулировок, и со всеми ними нам предстоит разобраться, потому что обычная регулировка, ну, жесткости, это просто подкрутил побольше, поменьше. А здесь и такие регулировки, и такие. Все это дает, как бы, больше, я не знаю, больше зацепа, больше управления. С этим всем мы будем разбираться. То самое слово настройка подвески, с которым, в принципе, я-то встречался, конечно, за свой опыт, но вот с такими тонкими настройками подвески я еще не встречался. Я читаю руководство к ER-серии. Это, в принципе, внешне такие же стойки, тоже с бачками, но они дешевле стоят, и у них нет как раз-таки вот этих дополнительных регулировок скоростного сжатия. У них есть только внешние резервуары. Написано, помимо всего, внешний резервуар позволяет отдельно регулировать жесткость подвески как на сжатие, так и на отбой. А вот получается самого высокоскоростного и низкоскоростного сжатия, как на стойках ZR, такого там нет. Короче, если быть кратким, то у этих стойок просто больше регулировок и больше возможностей. Поэтому большинство пропилотов, кто гоняет на BC Racing, выбирает именно ZR-серию. Я, если честно, не думал брать ZR-серию. Я думал брать самые обычные бесихи, как на всех моих автомобилях. Ну, просто если уж покупать, то, ну, покупать самые обычные. Но так как мы договорились со Stance Bastards, они мне предоставили вот эти самые крутые стойки от BC Racing. Потому что они, во-первых, официальный представитель в России, да, BC Racing'а. Также и других фирм-подвесок. Но BC Racing как раз-таки практически всегда я у них заказывал. По мне, так, самый минус в таких стойках, что если ты ее ломаешь, эту стойку, что-то с ней случается, то надо покупать новый картридж, да, надо покупать какой-то элемент этой стойки. И, конечно же, он выйдет в копеечку. Вот. Но я надеюсь, что в дальнейшем мы тут не заказывали ничего на Zip. По-хорошему, это заказывая подвеску на протачку, иметь в комплекте в Zip вторую такую подвеску или хотя бы картриджи. Но я думаю, что если что-то с ними случится в процессе эксплуатации, там что-то повредится, то Stance Bastards, так как мы с ними сотрудничаем, быстренько вышлют мне какие-то запасные. Надо просто их заказывать. По-хорошему, наверное, надо будет заказать просто отдельно. Хотя бы передние и задние картриджи, чтобы были. Потому что, когда происходит удар в подвеску, именно в саму стойку, то обычно страдает сам шток. Вот это, наверное, единственный минус в том, что она изначально дорогая, да, и, соответственно, ребилдить ее дорого. Но, если что, у меня всегда есть, ну, стойки какие-то подмахнуть. Если там это будет на каких-то тренировках, важных событиях, соревнованиях, то я всегда подмахну, если что, обычные стойки самые. Ну, а на этих, что, хорошая возможность познать, что такое настоящие стойки про уровня, да. Именно с вот этими, со всеми вот этими регулировками. Может быть, кто-нибудь в дальнейшем мне подскажет, как там ими регулировать все. На что, на что влияет, что такое низкоскоростное сжатие. Ну, в принципе, я понимаю, что такое низкоскоростное сжатие, это когда, например, подвеска отыграла. И вы сами регулируете, насколько быстро входит шток, насколько быстро выходит шток, насколько он медленно выходит. Короче, вот эти все теоретические познания предстоит познать. Не знаю, понятно, я объясняю или нет, просто объясняю своими словами, вот насколько я это понимаю. Так как в этом я еще не профик, и, ну, далеко не профи вообще. Вот из того, что есть, то и рассказываю. Я даже немножко побавился вот этих всех профессиональных стоек, потому что в них очень много регулировок, потому что это надо все знать, как с этим работать. Но, с другой стороны, если, ну, если не пробовать, то тогда и никогда не узнаешь. А тут как бы подвернулся такой шанс, почему бы и нет. От себя, конечно же, скажу большое спасибо Stance Bastards за то, что предоставили мне такие крутые стойки. Ребят, кто хочет заказать любую подвеску. А также другой тюнинг, заходите к ним на сайт, который будет в описании. Там все ясно понятно, про все написано по-русски. Короче, очень удобный сайт, и у них самое главное, что есть много-много выбора подвески. Обычно все на моей тачке у них было под заказ. Ну, так обычно все, потому что в наличии редко кто что-то держит. И что хорошо, сроки у них реальные. То есть, если они говорят, что это будет идти долго, то это будет идти долго. Если они говорят, что постараются, чтобы это побыстрее пришло, то они реально постараются. Вот это уже проверенная, как бы, информация. Поэтому, если хотите себе новые стоечки, особенно к сезону, то заказывайте их прямо сейчас, как раз они к сезону-то и придут. У меня есть еще одна тюняга, которая пришла мне на просливу. В СПБ тюнинге забрал. Это впускной коллектор на 2JZ-GTE. Поставляется он, кстати, вместе с рейкой. Вот она рейка здесь топливная. И еще дросселем. Здесь дроссель. Дроссель, кстати, не пригодится, потому что здесь будет электродроссель у нас стоять. Я думаю, вы узнали уже вот такой коллектор. Он у меня стоит и на моей синей сливе. Такой же коллектор у меня стоит под РБ мотор, только на Лавре. В принципе, коллектора реально очень качественно сделали. Хоть это, получается, ну, копия, да, и стоит такой коллектор около 35 тысяч. Но за свои деньги вы реально получаете довольно качественное изделие, которое там нигде не сопит. У меня ни разу не лопался. И проблем, в принципе, с ним никаких не было. Что на сливе, что на Лавре. Реально проблем не было. На просливу тоже решили взять такой же коллектор. В принципе, могли обойтись и стоковым коллектором впускным, потому что, ну, по сути, на такую мощность, которую мы планируем, стокового вполне хватает. Но вот в этом коллекторе, тюнином, есть один большой плюс, что его снимать и устанавливать гораздо проще, чем стоковый коллектор. Также подобраться к топливной системе с таким коллектором намного проще, чем со стоковым. Потому что рейка у него располагается вот здесь. Ну, и весь крепеж, соответственно, вот здесь. И у вас сразу есть доступ. А стоковый коллектор, он идет вот так вот. И чтобы подобраться к рейке, к форсункам, там надо, ну, снимать отдельно части или там много чего откручивать. И так как хочется в просливе сделать все очень ремонтно пригодно, взяли как раз-таки такой коллектор. Плюс он реально дает мощности на верхах. Это мы прям замеряли. У меня изначально на моей синей сливе стоял стоковый коллектор. Мы замерили тогда все это на стенде. Потом поставили, когда вот этот тюнинный коллектор, и реально на верхах он дал больше продувки, соответственно, больше мощности. Короче, хороший коллектор. Единственный, наверное, минус в нем для про-тачки, у него все вакуумные соединения вот здесь идут, снизу. Это не очень удобно именно на самом двигателе, чтобы все было в доступе, чтобы сразу можно было смотреть. Может, какой-то там шланг отошел или еще что-то. Мы с Семеном как планируем это сделать? Хотим просто вырезать отсюда. Вот, по-моему, даже холостой ход нам не пригодится, потому что у нас будет электронный дроссель. Об этом мы точно спросим у Семена. Вот сюда идет весь вакуум на коллектор. Мы хотим просто вот эту часть вырезать здесь, переварить ее наверх коллектора, там, соответственно, заварить, и чтобы это все было и в доступе, и сразу было все видно. Потому что вот так вот что-то туда лазить, это, короче, не очень удобно. Так что вот такой коллектор будет стоять на 2JZ-GTE, который идет в просливу. Я считаю, что отличная вещь за свои деньги. Такая рейка с ним поставляется. Ну, просто тюненная рейка. В принципе, с ней тоже, кстати, никаких проблем у нас не было. И такой вот комплект крепежа. Такие фитинги. На вакуум тоже соединение. И комплект болтиков. Еще какой-то крепежный комплект. Это комплект рейки, по-моему. Это фитинги на рейку, это на вакуум. Короче, все, что нужно. Я сейчас заехал в офис Trailhead, чтобы заценить PlayStation 5, которую ребята дарят уже 15 января. Уже совсем скоро будет конкурс. Ссылочка на сам конкурс в Инстаграме будет в описании. Обязательно переходите, участвуйте, потому что 15 января уже скоро. Хотел лично заценить кастомный дизайн этой PlayStation. Вот такая красота. Второй такой точно не найдете. Сейчас покажу с другой стороны, как она выглядит. Поэтому, кто еще не принял участие, переходите на страничку в Инстаграме. Условия, как всегда, очень простые. И по-любому один счастливчик получит вот эту PlayStation. Тут все как положено. Saint-Ghetto, Trailhead. Все реально сделано вручную. Возможно, даже вот этими баллончиками. Миша, да? Да. Скилзоры. Короче, реально вживую клево смотрится. Стритовая, я бы сказал, стритовая. Наш видос потихонечку подходит к концу. В принципе, все дела на сегодня я сделал. Даже к бусмотрцам заехал, и в гараже был. Конечно, сейчас я понимаю, что тема с отправкой тачек в другой город реально не моя история, потому что мне хочется к ним ездить, мне хочется смотреть, что там происходит, как идет процесс. Даже если ничего там не происходит особого, все равно смотреть на процесс. Когда машина в другом городе, такой возможности нету. Поэтому на какие-то уже нормальные съемки приедем. Конечно же приедем, но когда что-то нормальное уже сделают, что можно подснять. Не знаю, может быть, это будет там 40% работы, может быть, 50% работы будет уже сделано. Как и по сливе, так и по GTR. Насколько я знаю, в GTR-шопе работы потихонечку начинаются. Все выходят там с праздников, да. И как мне Паша прислал видосик, он уже обклеил пленкой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Я видел еще, когда покупал машину, что у них так все тачки делаются, то есть обклеиваются пленкой, и чтобы там мастера не шуршали ногами, да, там по крыльям, по капоту, все это дело обклеивается пленкой. Дабы защитить лакокрасочное покрытие, там ничего не повредить по максимуму, конечно же. И уже начнутся работы, я вам обязательно сообщу. По сливе, пока непонятно, начались они или нет, но мы общаемся, сказали, что после 10-го уже точно начнутся работы. Я надеюсь, как мы, в принципе, договаривались, что за январь все сделают, весь список работ, которые есть. Что конкретно будет делаться, наверное, уже покажу, когда приеду в Москву, что там сделано, что будет сделано. Мне, конечно, не терпится все это увидеть, вот эту работу над кузовом, потому что очень этим интересуюсь. Не зря я хожу по всем сервисам, в которых можно увидеть все вот эти кузова, выслушиваю, смотрю, и снимаю все решения, которые делают, потому что кастом – это работа не по учебнику, все-таки это кастом. И каждый мастер, каждый сервак делает этот кастом по-своему. И решения у него тоже свои, поэтому все интересно изучить и сделать что-то тоже свое. Ну, в данном случае Racebox, парни, которые делают мою сливу, они уже на большом опыте именно делания кузовов под дрифт, поэтому здесь я полностью им полагаюсь. Ну, конечно, что-то, какие-то основные моменты мы будем обсуждать, но так в целом, конечно же, я им полностью доверяю. Ребят, огромное спасибо, что посмотрели этот выпуск. Спасибо всем тем, кто написал комментарий, жирный комментарий, поставил вот такой вот лайк. Лайк авансом, лайк стелика, лайк с телефонов. Делайте эту серую кнопку синей. Ну, и с вами был Серега Стилов. Стройте тачки, катайте, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok